Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Спортмикс в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает! Восьмизуальный кинотеатр в Дордой Плаза, зал Аймакс и новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызской Республики по боксу. И сегодня мы вам покажем наиболее яркие финальные бои с этих соревнований. Итак, во Дворце спорта имени Кабаулу Кожамкула прошел чемпионат Кыргызской Республики по боксу. И сегодня мы вам покажем четыре, на наш взгляд, самых интересных финальных боя. И на ваших экранах первый поединок. Весовая категория до 52 килограмм. Здесь встретились Азад Усиналиев и Норжигит Дешибаев. Как вы уже поняли, Азад в красном углу ринга и его соперник Норжигит, соответственно, в синем углу ринга. Но в весовой категории до 49 килограмм чемпионом Кыргызстана 2020 года стал Торкбай Уулу Мерлан из Бишкека. Серебряной наградой удостоился Караколица Манкул Уулу Асалбек. И бронзовыми призерами чемпионата стали Садырбек Уулу Бактебек, Баткен и Анвар Хаджиев, Бишкек. Итак, финал в категории до 52 килограмм. Азад Усиналиев, мастер спорта международного класса, ему 29 лет. Боксом занимается 12 лет, неоднократный чемпион Кыргызской Республики. Неоднократный победитель международного турнира памяти Душинкула Шапокова. В 2013 году Азад Усиналиев был признан открытием года по версии Азиатской Федерации Бокса. Напомним, что в 2013 году, в июле месяце, Азад Усиналиев стал первым в истории карагастанского бокса чемпионом Азии. Он выиграл этот титул на чемпионате Азии, который проходил в столице Иордании, Амане. В том же году он добрался до 1-8 финала чемпионата мира, который проходил в Алматы. А в начале декабря 2013 года подписал контракт с клубом Всемирной боксерской серии «Украинские атаманы» и удачно провел там два сезона. В 2015 году на чемпионате Азии, который проходил в столице Таиланда Бангкоке, Азад Усиналиев после победы над филиппинцем Яном Баутистой вышел в полуфинал, где встретился с казахстанцем Алжасом Сатыбаевым и в итоге уступил, став таким образом бронзовым призером чемпионата Азии. В 2018 году Азад стал победителем целого ряда международных турниров. Итак, завершился у нас первый раунд финального боя в категории до 52 килограмм. Как вы сами видели, поточнее работает Азад Усиналиев, набирает очки. Ну и Норжигит Душибаев в принципе тоже не тушуется, не пугает его титулы Азата Усиналиева. Ну в принципе Норжигит еще довольно молодой спортсмен, о нем я вам немного позже расскажу. Ну а пока завершу свой рассказ об Азате Усиналиеве. Итак, в 2018 году Азад в апреле месяц выиграл международный турнир памяти Павла Малаховского в российском городе Сургут. В мае выиграл кубок губернатора Санкт-Петербурга. В июне Азад стал победителем международного турнира кубок Улан-Батора. Ну и на азиатских играх 2018 года, которые проходили в столице Индонезии, Джакарте, Азад Усиналиев, выступая также в весовой категории до 52 килограмм, дошел до полуфинала, где уступил двухкратному призеру чемпионатов мира узбекистанцу Жасурбеку Латипову и стал таким образом бронзовым призером азиатских игр. Кстати, можно добавить, что всего четыре боксера из кыргызстанцев за все это время становились призерами азиатских игр. В 2002 году бронзовыми призерами на азиатских играх в Пусане стали Алексей Катулевский и Таалайбек Кадыралеев. В 2014 году бронзовым призером стал Турат Осмонов и в 2018 году бронзовой медали удостоился Азад Усиналиев. В 2019 году Азад стал победителем международного турнира в Беларуси в памяти героя Советского Союза Виктора Левинцева. Ну и также в 2019 году Азад стал победителем Кубка нефтяных стран, нанеся в финале поражение эквадорцу Луису Дельгадо. Тренируется Азад под руководством заслуженных тренеров Кыргызской республики Илья Самарова и главного наставника нашей сборной Данияра Жасубалиева и также под руководством Шайло Атазова. Ну это вот коротко рассказ об Азаде Усиналиеве и теперь синий угол ринга Норжигит Душубаев. Город Караколы, Цыпульская область, кандидат в мастера спорта, ему 22 года, боксом занимается 7 лет, счет боям не ведет. Является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2017 года в категории до 49 килограмм. А у нас завершен второй раунд и мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Ну вот довольно точно работает Азад Усиналиев, как мы видим и в принципе не дает своему сопернику набрать очки. Довольно хорошо Азад действует в обороне. Еще о Норжигите Душубаеве, что можно сказать. То, что он был бронзовым призером чемпионата страны 2017 года, я уже сказал. В весовой категории до 49 килограмм. Тогда он отличился. Также Норжигит является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2018 года в категории до 52 килограмм уже. И также Норжигит Душубаев является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2019 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бейшина Саботарова. Ну и сразу отмечу, что в этой весовой категории до 52 килограмм бронзовыми призерами стали представитель Чуйской области Ислам Маров и воспитанник Бишкекской школы бокса, который представлял республиканский спортивный колледж имени Шарова-Садыкова Телек-Уулу Жакшлык. Итак, близится у нас к завершению финальный поединок в категории до 52 килограмм. Довольно активно работает Азату Синолиев. Не удалось ему на континентальном лицензионном турнире завоевать путевку на Олимпийские игры в Токио. Но мы все, конечно, надеемся, что, возможно, в Париже на уже мировом лицензионном турнире по боксу Азату удастся завоевать лицензию. Хотя, конечно же, очень сложно будет на мировой квалификации бороться за лицензию. Но, в принципе, возможность есть всегда, тем более бокс такой вид спорта. Азату Синолиева опыта не занимать. Боксировал он и когда выступал во всемирной боксерской лиге с профессионалами. То есть опыта достаточно много и, в принципе, хочется надеяться, что Азату Синолиеву удастся на лицензионном турнире все-таки побороться за лицензию. Как я уже говорил, опыта у Азата Синолиева достаточно. Сделал рефери замечание в Норжигиту. Идет обмен ударами. Ну и, в принципе, довольно хороший поединок мы с вами посмотрели. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении финалистов. Ну, третий раунд в чистую, по-моему, забрал Азату Синолиев. Но Норжигит второй год подряд становится серебряным призером, что тоже довольно неплохо. Следующая весовая категория до 60 килограмм здесь встретились Мирзахид Имам Назаров, красный угол ринга и синий угол ринга Хуснигдин Прада. Оба спортсмена представляют город Ош. Ну и сразу скажу, что в весовой категории до 57 килограмм чемпионом Кыргызстана стал Эсенбек Улу Акалбек, представитель Бишкека Республиканского спортивного колледжа. Серебряной наградой удостоился Сейбек Улу Норбек, город Ош. И бронзовыми призерами стали Бишкекчанин Эсенбек Улу Акалбек и воспитанник Ошской школы бокса Сейбек Улу Норбек. Итак, весовая категория до 60 килограмм. Финал. Довольно активно начали поединок боксеры. Ну, в принципе, наверное, достаточно хорошо они друг друга знают. Так вот, я уже говорил, являются представителями города Ош. Мирзахид Имам Назаров. 2001 года рождения. Боксом занимается 6 лет. Участник молодежного чемпионата Азии 2019 года. На первенстве Азии он выступил в четвертьфинале боксеру из Монголии. Тренируется под руководством Алана Арзиева. Соперник Мирзахида Хуснигин Пратов. 1998 года рождения. Боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством мастера спорта Абдусалан Оулу Дельшата. Ну и сразу скажу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали представитель Таласа Нурлан Оулу Тиберлан. И еще один воспитанник Ошской школы бокса Камчебек Зондуна. Итак, довольно активно, как мы видим, действуют боксеры. Довольно интересный бой демонстрирует. Небольшое, по-моему, преимущество в росте имеет Амир Захид и Манназаров. Кстати, оба боксера до финала провели достаточно яркие поединки. Ну и по всему видно, что есть потенциал у этих молодых боксеров. И, возможно, в скором времени мы о них еще услышим. Завершен у нас первый раунд. И мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Это были практически первые соревнования чемпионата Кыргызской Республики после карантина. Не было, конечно же, возможности у боксеров где-то выступать, готовиться к чемпионату страны. Но, тем не менее, в принципе, уровень чемпионата был достаточно неплохой. Единственное, перед чемпионатом страны, вот у нас в Бишкеке прошел чемпионат города Бишкек, где был как бы отбор на чемпионат страны. Ну и, видимо, по регионам также прошли чемпионаты для отбора боксеров на чемпионат Кыргызстана. Итак, второй раунд финального боя весовой категории до 60 килограмм. Ну и пока вы будете смотреть этот поединок, хотелось бы напомнить, что на Олимпийских играх в Токио будет 8 весовых категорий мужчин и 5 весовых категорий у женщин. Мужчины будут биться за медали в весовых категориях до 52, до 57, до 63, до 69, до 75, до 81, до 91 килограмма. И свыше 91 килограмма. Всего на главные старты четырехлетия будут разыграны 214 путевок. Женщины разыграют награды в категориях до 51, до 57, до 60, до 69 и до 75 килограмм. Всего в Японии выступят 72 спортсменки. И, конечно же, хотелось бы, конечно, чтобы наша школа бокса также была представлена на Олимпийских играх. Не удалось нашим боксерам на континентальном лицензионном отборе в Омане завоевать ни одной лицензии, к сожалению. Но, кстати, вот казахстанцы отличились. Казахстанцы отличились из восьми, завоевали восемь лицензий. И в настоящее время спокойно готовятся к Олимпийским играм. Также узбекистанцы имеют полный набор путевок. Ну, что говорить. Узбекистанская, казахстанская школа бокса, конечно, котируются очень в мире. Узбекистанская команда занимает первое командное место не только в Азии, но также на чемпионате мира. Узбеки заняли первое командное место. Ну и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро узбекистанские боксеры также удостоились первого командного места. Итак, завершен у нас второй раунд. Довольно неплохо работает Мирзахид Имамназаров. По-моему, выиграл он второй раунд. Набрал побольше очков. И вот выбрал Имамназар такую оборонительную, что ли, тактику. Действует на контратаках. И, как мы видим, довольно неплохо. Он пытается сократить дистанцию и провести атаку его сопернику Снегин Прадов. Но вот внимательно следит за своим соперником Имамназар. Хорошо держит дистанцию. Вот, как мы видим, когда надо делает шаг навстречу и атакует. И довольно неплохой бокс мы с вами рассмотрим. Кстати, когда проходил чемпионат Кыргызстана по боксу, практически в это же время проводились чемпионаты страны в Узбекистане, в России. В Узбекистане, в чемпионате Узбекистана приняло участие более 500 боксеров. Это, конечно же, очень много. Но, как я уже сказал, в Узбекистане боксы настоящие на время на подъеме. Первое командное место занимает команда в мире. Ну и, конечно же, чемпионат России также собрал очень большое количество участников. И, как любители бокса, наверное, знают, в декабре месяце прошли выборы в Международную ассоциацию любительского бокса. И президентом был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. В 2019 году, напомню, Международный Олимпийский комитет выразил недоверие. Международная ассоциация любительского бокса стояла в вопрос об исключении этого вида единоборств из программы Олимпийских игр. На тот момент Гафур занимал пост президента АИБА. Ну вот, вроде все успокоилось. Ушел он затем в отставку. Исполняющим обязанности был представитель Пакистана. И вот в декабре месяце Умар Кремлев был избран президентом АИБА. И вот в интервью Умар Кремлев сказал, что он в течение первого полугодия погасит все долги Международной ассоциации любительского бокса перед Международным Олимпийским комитетом. Вообще перед всеми. Ну и будет уже дальше развивать этот вид спорта. Итак, завершен у нас финальный поединок в весовой категории до 60 килограмм. Мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Вот, на мой взгляд, поточнее работал боксер красного угла. И он завоевал звание чемпиона Кыргызстана 2020 года. В следующая весовая категория до 63 килограмм здесь встретились Асанкул-Олу Султан, красный угол ринга. И его соперником в этом поединке был Дмитрий Пучнин. Асанкул-Олу Султан представлял город Бишкек, республиканский спортивный колледж. Кандидат в мастера спорта, студент Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. К 2001 года рождения Султан боксом занимается 5 лет, счет боям не ведет. Тренируется под руководством Айбека Байсаякова, Акназара Кинжибаева и Жанебека Имангазиева. Соперник Султана Дмитрий Пучнин представляет город Каракул и Сыкульская область. Кандидат в мастера спорта, 1999 года рождения. Боксом занимается 9 лет, счет боям не ведет. Дмитрий является бронзовым призером чемпионата Торгейской республики 2018 и 2019 годов в весовой категории до 69 килограмм. Бронзовый призер международного турнира в памяти героя Советского Союза Душенкула Шапокова 2018 и 2019 годов. Также вот в категории до 69 килограмм. Вот видимо тренерский штаб решил, что нужно немного согнать вес Дмитрия Пучнину и выступить в другой весовой категории. И вот мы видим, что Дмитрий в этом году выступает в весе до 63 килограмм. Тренируется Дмитрий под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бейшина Саботарова. К данным соревнованиям его готовил Аделет Саботаров. Бронзовыми призерами в категории до 63 килограмм стали Норсаид Эминджанов, город Ош, и Респек Беккенов, город Бишкек. Итак, довольно неплохая атака в исполнении Дмитрия Пучнина. И в нокдауне оказался Асанкул у Султан, но ничего страшного не произошло. И поединок продолжается. Я уже сказал, что тренируется Дмитрий под руководством Бейшина Саботарова, заслуженного тренера Кыргызской республики. Это довольно известный специалист. Также у нас в стране еще один нокдаун мы видим. И вновь в рефериоринге отчитывает положенное время Асанкулу Улу Султану. Ну вот, довольно известен Бейшин Саботаров. И, как мы знаем, напомню, его ученик Айбек Абдемамунов на сегодняшний день является единственным младшим чемпионом мира по боксу среди юниоров. В 2003 году Айбек Абдемамунов завоевал это высокое звание. Ну а мы смотрим атаки в исполнении Дмитрия Пучнина. Довольно уверенно он провел все свои поединки на пути к финалу. Ну и, по-моему, все их поединки эти закончил досрочно. Итак, второй раунд финального боя в категории до 63 кг. Асанкулу Улу Султан против Дмитрия Пучнина. Ну и, наверное, напомню. Так как у нас Олимпийский год, все мы ждем лето Олимпийских игр в Японии. И, наверное, напомню, что на Олимпийских играх в Сиднее мы имели самое большое для нас боксерское представительство. Тогда под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Сейдбека Паймашева на Сиднейский рынок выходили Талайбек Кадаралеев, Алмазбек Раинкулов, дошедший до четверть финала и уступивший мексиканцу Кристиану Бенитесу, а также Норбек Касенов, Алексей Катулевский и Владислав Визельтер. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах выступили два кыргызстанца. Асалбек Талазбаев, воспитанник заслуженного тренера Кыргызской республики Геннадия Аноприева. А у нас еще один нокдаун. Третьим нокдауне оказался Асанкул Оулу Сулдан. И бой продолжается. Итак, Асалбек Талазбаев. Принимал участие на Олимпиаде в Афинах, воспитанник Геннадия Аноприева. И Айбек Абдымамунов, чемпион мира среди молодежи. В 2008 году на Пекинской Олимпиаде нашу школу бокса представлял только Асалбек Талазбаев. Ну и вот на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году наши боксеры участия не принимали. А на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро принял участие один наш боксер в весовой категории до 81 килограмма. Адылбек Оулу Эркин. Итак, близится у нас завершение финальный поединок в весовой категории до 63 килограмм. Довольно уверенно ведет в этом бою Дмитрий Пучнин, представитель Каракола. Вот Асанкула Улу Султан практически ничего ему не может противопоставить. Еще раз скажу, довольно таки уверенно прошелся по своим соперникам представитель Каракола Дмитрий Пучнин. И довольно неплохой бокс он нам демонстрирует. Итак, завершен у нас раунд. И мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Трижды побывал в нокдауне Асанкул Улу Султан. Но тем не менее, как мы видели, продолжал он бой. Ну и в принципе, довольно неплохой бокс мы с вами посмотрели во втором раунде. И заключительные три минуты финального боя весовой категории до 63 килограмм. В настоящее время Национальную федерацию бокса Кыргызской Республики возглавляет Абди Бакетхал Мурзаев, который, в принципе, довольно много делает для развития этого вида спорта у нас в стране. Вице-президентом является семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA Орзубек Назаров. Ну и еще целый ряд наших известных боксеров является вице-президентами Национальной федерации бокса Кыргызстана. Ну и, конечно же, стоит отметить, что, в принципе, что можно делает государственное агентство по физической культуре и спорту для поддержки боксеров по возможности выезжают наши ребята на соревнования. Конечно же, средств маловато, но на такие старты, как чемпионаты Азии и чемпионаты мира, наши боксеры всегда выезжают. И в этом, конечно же, помогает центр олимпийской подготовки сборных команд страны, которым руководит Джамарт Шамканов. Итак, первым номером старается работать Асанкул Уолу Султан, но, в принципе, Дмитрий Пушнин довольно уверенно проводит этот финальный поединок, внимательно следит за своим оппонентом. И довольно неплохо он. Мы видим, что Контер атакует, набирает очки и довольно сложно приходится боксеру красного угла. Но также хотелось бы отметить, что у нас всегда были достаточно яркие боксеры. Кыргызстанская школа бокса, конечно же, всегда котировалась. И в союзное время было у нас очень много боксеров международного уровня. Это такие люди, которые в настоящее время работают тренерами, как Владимир Рослов, серебряный трезер чемпионата СССР, чемпион Советского Союза Валерий Гришковец, Андрей Курнявко, конечно же, чемпион мира в составе сборной Советского Союза, участник Олимпийских игр в Атланте 1996 года. Кстати, по-моему, в Атланте три наших боксера принимали участие. Это Андрей Курнявко, Копенкин и Норбек Косенов. А в весовой категории до 63 килограмм победителем чемпионата стал Дмитрий Пучнин. И еще один бой. Весовая категория до 81 килограмма. Здесь встретились Аделбеку Луэркинон. Красный угол ринга занимает. И соперником Аркина был Тактасонову Бакет. Аделбеку Луэркин 1991 года рождения. Боксом занимается 11 лет. Неоднократный чемпион Кыргызской Республики. Бронзовый призер международного турнира на призу заслуженного тренера Казахстана Рафаэля Вахитова 2015 года. Чемпион страны 2016 года. Серебряный призер международного турнира Шапокова 2017 года. Бронзовый призер международного турнира в памяти основателя казахстанской школы бокса Шака Балтекулы в Актау 2017 года. Бронзовый призер международного турнира в городе Сургут в памяти Павла Малаховского 2018 года. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Бронзовый призер чемпионата Азии 2019 года. Тренируется под руководством заслуженных тренеров страны Юрия Габба, Кайката Абаева и главного наставника нашей сборной Данияра Джусубалиева. Ну а его соперники Тактасу Нолу Бакыти могу сказать только то, что он представляет город Бишкек и является чемпионом столицы 2018 года среди юношей. То есть довольно таки молодой спортсмен. Ну и пока вы будете смотреть этот поединок, я вам назову имена победителей и призеров в других весовых категориях. Итак, весовая категория до 69 кг. Здесь чемпионом стал Бишкекчанин Абджапар Уулус Саргак. Амурбек Моманов из Оша стал серебряным призером. И бронзовыми призерами стали Рустамбек Уулулу Радин Джан Лабак и Жакшулук Талайбеков Бишкек. В весе до 75 кг чемпионом страны стал Бишкекчанин Бигжигит Абджапар Морбек. Представитель Оша Жакшулук Талайбеков стал серебряным призером. И третьи места заняли Дамердин Абданияр Бишкек и Адилет Батыралиев, также Бишкек. А у нас в нокдауне оказался Тактасу Нолу Бакыт. И бой продолжается. В весе до 91 кг чемпионом страны стал РСБЕК Уулулу Рустам, серебряным призером Ильяр Ахметов. И третьи места заняли Самат Жумалеев, Ош и Байман Ильясов Жаллабад. Мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении Адилбек Уулулу Аркина. Ну, конечно же, опыта Аркина не занимать мало у нас в стране найдется тех, кто может с ним посоперничать в ринге. И второй раунд. Ну, и в категории свыше 91 кг первое место занял Бишкекчанин Тактасу Нолу Бакбалцун. Серебряным призером стал также Бишкекчанин Сергей Паренко. И бронзовых наград удостоились представитель Чуйской области Вячеслав Калинин и воспитанник Таласской школы бокса Али Бабаев. Ну, мы смотрим финальный поединок весовой категории до 81 кг. Адилбек Уулулу Аркин встречается с Тактасу Нолу Бакбалцун. Ну, и довольно уверенно Эркин проводит этот бой. Делает рефери на ковре замечание Тактасу Нолу Бакбалцун. И поединок продолжен. Бронзовыми призерами в этом весе стали Азамат Уулулу Айдар из Цикульской области и Керенбань Эркина в Чуйской области. Еще одна атака в исполнении Эркина вновь оказался в нокдауне Тактасу Нолу Бакбалцун. И вот рефери, точнее не рефери, а секундант Бакбалцун выбрасывает полотенце и таким образом останавливает бой. Давайте еще раз посмотрим эту атаку в исполнении Адилбек Уулулу Аркина, когда он в очередной раз отправил Тактасу Нолу Бакбалцун в нокдаун. Итак, Адилбек Уулулу Аркин, чемпион Кыргызстана 2020 года. Теперь наших боксеров ждет лицензионный отборочный мировой турнир. И мы, конечно же, желаем им удачи. А сегодня у нас в гостях семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов, вице-президент Национальной Федерации Бокса Кыргызстана Орзубек Назаров. Здравствуйте, Орзубек. Добрый день. Прошел у нас чемпионат Кыргызстанской республики по боксу. Ваши впечатления? Добрый день еще раз. Я думал, будет хуже. Думал, будет хуже. Но это хуже по объективным причинам. Все-таки год ребята боксировали на Шапоку, а потом они поехали, полетели на отборочный. И все, никто не боксировал, в принципе. И если, допустим, россияне выезжали в Европу куда-то, европейская часть двигалась, то азиатская часть была закрыта полностью. И в таком положении оказались казахи, и таджики, и узбеки. Ну, я за них как бы не сильно волнуюсь, а вот за нашу Кыргызскую сборную я волновался. Но оказалось не так плохо. За это время появились новые ребятки. 60 килограмм появился. Очень интересные экземпляры. Тот же чемпионский вес у нас, да, считается, который перспективен. Азиатова, Синалиева. Там два мальчика прям появились. И, ну, есть. Ну, как бы, а особой радости-то пока больше нету. Так, ну, в принципе, в целом, в целом, появился задор в глазах. Мы уже от того, что соскучились. Появился задор в глазах, огонек появился. Ну, техника, тактическое мастерство, конечно, подупало. Вот в настоящее время наша сборная довольно возрастная. Нужно омолаживать, да? Уже там 28-29 лет, по 30 есть. И, естественно, выезжать на соревнования, это очень, как бы, затратно. Чтобы катать спортсменов, устраивать спарринги или на соревнования выезжать. И вот, будучи на чемпионате страны, я не раз слышал мнение, что, возможно, нужно взять только вот двух-трех боксеров и их катать. Вы как с этим? Согласны, нет? Я, ну, не двух-трех. Я об этом давно говорил. Вот, говорил так в наших боксерских кулуарах. Сейчас будут обижаться на меня, тяжи будут обижаться, да. Ну, в общем-то, я так думаю, что тут у нас где-то до 71. И остальные, ну, если есть, появляется человек, то его надо вокруг него создавать команду и возить его. Ну, этот 81, да, Аделбеков, да? Вот, хороший парень. Хороший парень. Но он-то здесь, считай, как король. Его никто не может перейти. Но для того, чтобы он вырос, ему нужна конкуренция. Значит, тогда надо отдельно его брать и вывозить на тренировки. Обязательно только не так, его одного бросать. С ним должен ехать тренер, с ним должен ехать еще кто-то, чтобы они его там контролировали, чтобы его там не сломали. В остальных весах, в принципе, там, ну, есть у нас конкуренция, там, вот сейчас она, конкуренция 60-63, да, но сейчас 60-60 нету. Опять же, он вроде есть от вес, вроде его нету. Короче, 60-63 есть конкуренция. Ну, в мелких весах где-то есть конкуренция. Просто надо делать отбор. И, может быть, и так. Ну, есть веса где-то, ну, тяжи, да. Ну, тяж, да, ну, надо проводить на уровне чемпионата Кыргызстана. Ну, а что тяжа возить, супертяжа возить за... за него тратить деньги. Там, и все, и все, все к этому подобное для того, чтобы просто прокатать. Ну, вот даже взять, допустим, прошедший азиатский лицензионный турнир, да, континентальный. Казахи взяли 8 из 8 лицензий. Мы ни одной, хотя по сетке, вот по боям, по соперникам, мы должны были что-то взять. Хотя бы одну. Почему вот так получилось? Засудили. Засудили. По одну калитку. Сейчас нас в боксерской области скажут, что Ордзбек Пуленович издевается. Да, ребят, но... Вот, азарт. Единственное, кто действительно, кто мог взять... Завоевать. Завоевать, не взять. Завоевать путевку. Но нельзя так выигрывать. Вот сколько раз мы говорили, нельзя так выигрывать. Если ты хочешь выиграть, то должен быть на голову сильнее. На голову сильнее. Тем более, ну, в тех боях, которые он показал. Ну, остальные бои все, ну, там, как вот говорят, у нас в боксе есть, да он не проиграл. Так вот, само слово, когда говорят, да он не проиграл. Никто же тренеров не говорит, он выиграл. Я вам голодный, давайте докажем, давайте посмотрим. Он говорит, ну, он же не проиграл в этом бою. Что такое слово не проиграл? Руку-то другому подняли. И ни один тренер же не говорит уверенно, да нет, мой боец, он выиграл. Вот если вот так говорили, то уже другой, уже тогда тренер сам уверен. Ах, так, говорит, не проиграл. Ну, конечно, и тот не проиграл. Руку-то тому подняли. Ну, должно было бы так. Я все-таки, наверное, Тахир, вот с чего вы начали, вот к этому сейчас пришли, в 27, 28, ну, в этих годах уже мотивация другая. Сборная Советского Союза. 23 года считался старичок. Извините меня. А Василий Шишов, он поехал 25 лет, ему было, он поехал на чемпионат мира в Рено. 25 лет, 24, 25, да, 25 был. На чемпионат мира в Рено. Но он считался старым. Так это вообще было. Представляете, вот, ну, у Васи была мотивация. Он очень хотел. Он выиграл Европу, Союз и все выиграл. Но у него была мотивация. Ему надо было стать чемпионом мира, чтобы закрепиться, чтобы потом там, ну, свои блага получить. Я ушел в 23 с, закончил любительскую карьеру, и у меня появилась мотивация. Я хотел стать чемпионом мира. В 27 я стал. Теперь другая мотивация, финансовая мотивация появилась. Когда стал чемпионом мира, я стал зарабатывать. А у пацанов какая мотивация? Все, у них глазки, глазки-то не горят. Молодец, Азат молодец, Аделбекулу, молодец, они хорошие ребята. Они хорошие ребята, но они могут, ну, ну, что они могут, то они сделали уже. Я не знаю, чем их надо мотивировать, чтобы у них вот этот новый задор появился, чтобы они могли включить дополнительные резервы организма, пройти витаминизацию, чтобы организм задышал, заработал и смог показать результат. Ну, я думаю, у Азата, у Синалиева хорошая мотивация. Единственный наш чемпион Азии по взрослым. И последний шанс попасть на Олимпийские игры, это мировой квалификационный турнир, где, конечно же, очень сложно будет. Это не Азия, это мир. Но, по-моему, мотивация хорошая. Мотивация хорошая. Наверное, хорошая. Но мотивировали сам, он внутренне. Я сейчас, там, Азат тренируется, я не знаю, где, как, но, ну, конкретно мы сейчас, в принципе, говорим за Азат. Это единственный человек, который может завоевать лицензию. Вот, в принципе, я вот даже чемпионат Кыргызстана прошел, ну, может, какое-то чудо случится там, кто-то там. Выстрелит. Всяко бывает, это же бокс. Может, кто-то сейчас прям, я видел, тот же Пучнин, который там, на Республике рвал и металл, все бои там, по-моему, все бои, да, закончили, не все закончили, веду явно, да? Кто его знает? Вот, кто его знает? Вот, если у него этот задор остался, если он сейчас еще до чемпионата, есть у нас время, если физики поднаберется, если пообщается, если послушает советы тренера, не исключаем же этого, ну, ребята должны внутренне себя мотивировать, плюс тренера должны им помочь. Поэтому Азата, это единственный человек, кто вот реально сегодня, он был сильнее всех, кто там сегодня в рейтинге, но в определенное время. Если он сможет сейчас вот, вот, вот эти все свои дополнительные резервы собрать, скучковаться, сделать ту работу, которую нужно делать, для того, чтобы бить, для того, чтобы боялись его, по крайней мере, тогда, кто его знает, тогда, тогда уже, тогда нам только нужна удача, просто удача, а все остальное уже задолженно сам делать. Так что пожелаем удачи нашим боксерам на... Ребята, я искренне, искренне, сборники, которые вы готовите сейчас на турниры, ну, во-первых, дай бог, чтобы границы открывались, что легче было выезжать. Я искренне хочу, чтобы вы во главе с главным тренером, Даньяром Джусубалиевым, с командой, которая с вами работает, чтобы вы смогли, сами себя, может, мотивировать. Я не знаю, государство сегодня пока не сможет, наверное, мотивировать. Да и то, а государство при хорошем раскладе тоже имеется хорошей мотивацией в государстве. Это и машины, и квартиры, и финансы. В принципе, ребята, вот все зависит от вас. Я просто хочу, чтобы у вас это получилось. Теперь другой вопрос. В 2019 году Международный Олимпийский комитет выразил недоверие Международной Ассоциации Любительского Бокса. Квалификацию они отменили, по своим правилам решили проводить. Ну, вроде сейчас устаканилось, да? Вроде вот в декабре месяце прошли выборы, Умар Кремлев стал президентом. Как сейчас обстоят дела? Ну, во-первых, я в тот же день поздравил. Сейчас вот даже через наш телевидение, может, все равно увидит, в интернете будет. Умара Назаровича я поздравляю еще раз. Сейчас даже не поздравляю, уже желаю дальнейшим, потому что тогда поздравляю. Сейчас уже работа его видна. Он работу показал, когда возглавлял Федерацию Бокса России. Там кто-то был недоволен, кто-то говорил, что он не умеет работать, кто-то говорил, что на его фоне бокс теряет там свою зрелищность. Но все это слова были. Я с 17, 18, 19 год я ездил по России, по всем. Главное, не я по центральной России, я же по Дальний Восток, Север, Сибирь. Я видел, как туда, как там работает Федерация, потому что Умар Кремлев оказывает поддержку. Откуда он делает, как это делает, для всех тоже. Ну, это как бы не разглашается или не обязательно говорить всем. Где-то работают какие-то коммерческие структуры, какие-то что-то работают, что приносит деньги и что можно выслать в Федерацию, допустим, в Сибири на 3 миллиона из спорта инвентаря или на Дальний Восток на 5 миллионов инвентаря. Это же о чем-то говорит. Он мотивирует тоже тех ребят, кто там президент Федерации, чтобы они, вот он дал, а они тоже хотя бы столько же сделали. Поэтому я думаю, что тенденция развития и укрепления олимпийских позиций в боксе, она наметилась хорошая с приходом Умара Назаревича Кремлева. А как вы относитесь к тому, что в настоящее время в любительском боксе непосредственно в олимпийских играх могут принимать участие профессионалы? Да я об этом говорил уже. Мы, по-моему, с вами разговаривали еще только-только в 16-м году, как раз вот когда только ввели... Ну, еще раз вот. Я скажу... Четыре года прошло. Четыре года прошло, но ничего не изменилось. В принципе, те, кто нацелен на олимпийское золото, ему не стоит лезть в профессиональный бокс. По одной простой причине, что физиологию не переделаешь. Либо вот эти профессиональные бои должны для него проходить внутренне, как спарринги он должен принимать, но не как вторую профессию. На двух стульях не усидишь. И человек, который нацелен на олимпийское золото, на олимпийские медали, он должен идти туда. И только после этого, уже в ранге каком-то укрепившемся, он должен завоевывать место себе в профессиональном боксе. А когда человек идет там и там, он ни там, ни там, ничего не покажет. Просто еще непонятная ситуация, ну, по крайней мере, для меня. Раньше было понятно. Европейский отбор, то есть континентальный отбор и мировой отбор лицензионные турниры. Сейчас несколько отборов и по любителям, и среди профессионалов отбирают. Сейчас вообще непонятно, как идет отбор на олимпиаде. Вот, наверное, я вот сейчас думаю, на эта олимпиада пойдет также таким же отбором. Я думаю, в следующей олимпиаде Марк Кремлев сделает выводы со всего этого. И, наверное, будет все-таки более упрощенный, да, упрощенный. Даже не упрощенный, более понятливый отбор. Потому что каждый человек должен понимать, как он там попадает. А то бывает тут первый номер, и он вроде первый номер, а его не берут, а берут с ВСБС, да? Да. Вот тут, да. Ну, эти казусы были. Ну, я думаю, опять же, вот это, когда были прошлые президенты, там шла очень сильная коммерция. Очень сильная. Там про Бог совсем забыли. откровенно, те вот президенты, тот президент, совместно с там, с дирекцией, со своей, они просто забыли про бокс. А это и с нехорошо. Ну, я вот, насколько знаю, Марк Кремлев сказал, что там задолженность, ну, основная такая, 9 миллионов швейцарских франков, и он сказал, что погасит эту задолженность в ближайшее время, и будет привлекать спонсоров для дальнейшего развития. Ну, я думаю, что так и будет, потому что, ну, он уже показал Кремлев, что слов на ветер не бросает. Если он сказал, когда становился генеральным, когда избрали генеральным секретарем, большой сырбор был, конечно, ну, это убираем в сторону, но он сказал, что я в первую очередь буду развивать регионы. Он это делает. Я буду находить спонсорские деньги для развития регионов. он это делает. Регионы будут обеспечены спортом интерьем. Пожалуйста. То есть, работа уже ведется? Да, она ведется давно. Просто есть противники. Людям, наверное, не нравится, когда кто-то что-то делает. Сам не можешь делать, а кто-то делает, а он не знает, почему он так делает, почему не получается. То есть, нам можно успокоиться, как в 2019 году Международный Олимпийский комитет сделал заявление, якобы исключить бокс из программы Олимпийских игр. Можно об этом? Я думаю, что, это лично мое мнение, что такого не произойдет. Тем более, у Марка Кремлев был, насколько я знаю, даже по интернет-связи, что он встречался с президентом Олимпийского имитета, они обговорили, они решили все вопросы, даже даты поставили, когда что, по датам, когда это будет выполняться, поэтому здесь проблем нет. За бокс можем не волноваться. бокс, да и, если даже бокс кто-то попытается убрать с олимпийской программы, Олимпиада же потеряет красоту бокса. И так же, как борьбу нельзя убирать, нельзя бокс убирать, да вообще нельзя убирать, виды спорта есть, которые там появились, которые уже столетиями там находятся, как их убирать? Тем более, единоборство всегда интересно, зрелищно. Будем надеяться, что так и будет. Мы желаем нашим боксерам удачи на лицензионных стартах. А на лицензионных? Нам, да. На лицензионных, а вообще всем спортсменам, да? Всем спортсменам. Да, на лицензионных, потому что сейчас такая будет горячая пора, и ребята, девчонки, я уверен, что вам сейчас будет очень тяжело, вы должны на это настроиться, потому что вот эти вот выезды, всякие ПЦРы, ограничения, нехватка зрителей, небольшой застой в тренировках, все вам будет тяжело, но, но, Кыргызстан сильная страна, и мы прорвемся, и я думаю, что определенное, нужное количество лицензий для Кыргызстана наши спортсмены завоевят. У нас в гостях был семикратный чемпион мира среди боксеров, профессионалов, вице-президент Национальной Федерации Бокса Кыргызстана Арзубек Назаров. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, спасибо за приглашение. А сейчас рубрика о фитнес-клубе премиум-класса номер один в Кыргызстане Карвин-клубе. Карвин-спорт-клуб это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса, плавания, тенниса и настольного тенниса. И, конечно же, здесь особое место уделяется детским группам. Одной из таких групп, где тренируют детишек, является секция дзюдо. Дзюдо – это вид единоборств, который подходит даже для самых маленьких деток, поэтому начать обучение можно уже с 4 лет. Раннее начало занятий пойдет только на пользу. Ребенок научится направлять свою энергию в правильное русло и контактировать с другими детьми и взрослыми. Придя в секцию дзюдо, дети и подростки смогут укрепить иммунитет и центральную нервную систему, воспитать такие свойства, как дисциплина, самоконтроль и самоотдача, развить такие качества, как сила, скорость, ловкость, координация, гибкость и выносливость. Ведет занятия по этому олимпийскому виду спорта призер юниорского Кубка Азии, неоднократная участница и призер первенств Азии, участница азиатских игр, многократная чемпионка Кыргызстана, мастер спорта Кыргызской республики под дзюдо Айжан Кадырбекова. Кстати, совсем недавно на прошедшем чемпионате Кыргызстана под дзюдо Айжан Кадырбекова вновь завоевала звание чемпиона. Она выступала в весовой категории до 70 килограмм. В финальной схватке тренер карвинг-спорт-клуба нанесла поражение Бегай Бакитовой из Каракола и в очередной раз выиграла чемпионат страны. Поздравил Айжан с победой в чемпионате и директор карвинг-спорт-клуба Самсон Болян. Самсон Аванесович пожелал ей успехов как на татами, так и в деле воспитания подрастающего поколения. В общем, добро пожаловать в карвинг-клуб, фитнес-клуб премиум-класса номер один в Кыргызстане. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...